всем привет друзья меня зовут олег вы на канале beer hunter и это второе видео из нашего сравнения мамбы и думами сразу прошу простить меня за мой хриплый сиплый голос я чуть-чуть заболел так что постараюсь быть наиболее лаконичным и лапидарным короче как вы поняли это просто тестовый образец нашего магазина который работает но пока поскольку прицела тут нет я хотел красиво начать но не получилось дать вам расскажу по каким мишеням мы сегодня будем стрелять в принципе вы видели уже в прошлом ролике по каким но мы не все показали так что сейчас я вам расскажу во первых это краска в принципе я понимаю что любой арбалет пробьет любой баланс краски это так для для красоты вот это я не знаю как это называется газоблок или пеноблок они у нас есть три разных толщины соответственно посмотрим какой пробьет сейф мне кажется самое интересное можно ли пробить сейф арбалетом газ по которым мы уже выстрелили это обычная керамическая плитка плитка мне кажется не один арбалет не пробьет прям ну точно расколет но дальше болт не полетит и лично я так думаю так посмотрим кирпичи обычная деревяшка дсп и алюминиевый профиль ну и конечно же самое главное это лопата куда без теста на лопат пойдемте стрелять наша первая мишей самое на мой взгляд не интересная потому что я думаю что все три наших снаряда и напоминаю что мы сейчас пневматики стреляем останутся здесь деревяшки но давайте попробуем с это начнем пойдем начнем с мамбы ну и соответственно теперь у нас это пять домини по ощущениям помощнее конечно ну и теперь самый гангстерский вариант вот это у нас моба вот это у нас домини и вот это вот пневматика мамбы зашла конечно даже насквозь не пробила то есть вот обратите внимание ну тут видно конечно да я попадание треснула доска на не пробила ну а домини конечно красавчик тут уж так не пристрелить бы оператора тут уж конечно все видно так следующая наша цель замечательная это дсп мебельный щит обычный я думаю все примерно представляет чем там по жесткости себя представляет так что давайте стрелять есть ну и самое как мне кажется беспонтовая то пневматика которая во первых не точно ни фига ну вот это рикошетило в ногу нашему оператору ладно пойдемте посмотрим что у нас там попалась ну дсп пробило и то и другое дсп в общем то прям на вылет пробило мне кажется если бы не вот это пенек сзади то стрела бы просто оперением срезала и пробили бы насквозь заметьте какие аккуратные входные отверстия вот смотрите какие аккуратные дырочки вот это от мематики ну соответственно ничего не пробило просто отскочил это другой стороны хорошенечко так все разлетелось давайте следующую мишень это у нас будет пусть будет плитка что-то я прям сильно разочарован в этом пистолетике так что я думаю начнем теперь с него то что меньше шансов всего что он нас расколет и у нас останется плитка для того чтобы пострелять с арбалетов хотя стремно теперь что у меня отскочит вот сейчас явно попали ну пойдем посмотрим на всякий случай мне кажется что это бессмысленно потому что а нет смотрите-ка что-то откололось что-то откололось давайте тогда еще постреляем может я так край попал просто стреляем сейчас еще куда-то в центр надо попасть пойдем глянем смотрите все таки видно вот сюда попал и кусочек у нас раскололся прикольно хотя попал я в плитку точно два раза я слышал по звуку но откололось только в одном месте но тут видимо попал видео самое слабое место вот эту прорезь видимо так куда-то вот сюда вот врезалась пойдем с арбалета стрелять теперь самое интересное я думаю вы все слышали вообще должен вам сказать что если вы покупаете арбалет для развлечения то прям калиматор не калиматорный а лазерный целеуказатель это прям маст хэв всем рекомендую потому что не надо выцеливаться просто нажать кнопочку навел точку и выстрел гораздо гораздо удобнее чем любой калиматорный или уж боже упаси диаптерический прицел пойдемте глянем заодно поменяем плиточку ну сперва посмотрим что со стрелой стало вроде она как даже выжила но посмотрите что стало с наконечниками вот он просто расплющился ну тут я думаю будет примерно такой же результат в общем да видите вот это у нас мамба вот это мамба слева doom ну примерно одинаково ну и собственно результат тоже одинаковый помимо того что стрела пробила сломала плитку но еще хорошо так в дсп вошло но тут уже конечно не пробило ну тут я думаю даже нет смысла стрелять с пневматики подвергать опасности нашего оператора и всю технику потому что там сто процентов будет просто тупо рикошет давайте начнем с мамбы вот прикольно мамба тоже отрикошетил теперь давайте с doom doom все таки помощнее мне кажется шансов у него пробить кирпич побольше а если так эффектно отлетает ну кстати там что то что то у нас пробилось что то сломалось дать я сразу еще раз выставлю все таки чтобы туда сюда не бегать да кстати для особо занудных у нас дистанция около 15 метров точнее не скажу не знаю потому что какая разница вообще ладно пойдемте посмотрим ну и надо еще пострелять потому что походу я два раза в дырку попал хочу в стенку попасть посмотреть на что она ну не то чтобы сильно толстая но мне кажется у арбалета есть и шансы пробить точно то наша стрела вот это которая попала у нас кирпичи и там осталось вот это от мамбы кстати интересно надо все таки еще раз мамбы пострелять и вот эта стрела которая у нас хорошенечко так отрикошетила прям так подлетела наверх и метра на три наверное в сторону улетела снова стреляем с мамбы ну вот я же говорю что должен был пробить потому что он гораздо мощнее а там просто два раза я видим попал все таки в щель вот вот это у нас мамба вот это вот вот она собственно и стрела вот это дум хорошенечко так расколол кирпичик газоблок пеноблок я понятия не имею как это называется мы взяли самый тоненький сейчас пять сантиметров вроде бы начнем с него и если пробьет то возьмем потолще если пробьет потолще то возьмем самый толстый Analyt Tiny Затем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор с вашим тяпись Объясняю Наталья Редактор с вашим тяпись Продолжение следует... Ну и вот, что у нас получается. Вот это первый выстрел был с мамбы и не пробил, ну, потому что вот в это ребро жесткости попал. Вот этот дум и вот это снова мамба. То есть тоже пробил, но хотя отверстие, конечно, уже поменьше. Вот, лопата сколько тут? Миллиметра полтора, мне кажется, по толщине. Обычная железная лопата. Я думаю, тут опять же можно пострелять все-таки. Алюминий мягкий, можно пострелять с пневматикой. Алюминий мягкий, она, правда, ни хрена не точная, поэтому если попаду, то замечательно. Не попаду. Попал, вмятина, кстати, появилась. Ну-ка. Да что у тебя вправо-то точно? Все, кончились пульки. Пойдем посмотрим, что мы там с пневматикой натыкали. Ну вот, небольшая вмятина, и тут где-то сбоку тоже черкануло, но что-то вот это, наверное, фиг знает. Ладно, давайте теперь начнем с самого, продолжим с самого интересного и подстреляем с арбалета. Вот это мамба. И вот это дум. Вот, ну все-таки я попал по углам. Тут вон даже вмятины. И смотрите, и тот, и другой помял в противоположную стенку. Ну тут, видите, вот еще сбоку вмятина, такая хорошенькая. И для сравнения пневматика. Ну и теперь самое интересное, это сейф. Стеночки достаточно толстые, мне кажется, даже потолще, чем у лопаты, так что вполне может быть, что ничего и не пробьет. А может быть и пробьет. Давайте начнем с двери, потому что она толстая, там замок. А потом повернем бочком. Начинаем по классике. По классике. С дума, с мамбы. Начинаем по классике с мамбы. Комары. Теперь дум. Мамба, насколько я вижу, там вмятину оставила, но ни дырочек, ничего. Вот это дум. Это мамба. Замочек работает. А вот, кстати говоря, обратная сторона. Вмятина все-таки есть. Ну, давайте постреляем по обратной стенке. Она вроде самая, мне кажется, тоненькая. Может, ее и пробьет. А давайте внутрь газовый баллончик сразу положим, чтобы, если пробило, то мы сразу это заметили. В общем-то, давайте постреляем по сейфу. У нас внутри газ лежит. И если пробьем, то будет, наверное, красиво. Если не пробьем, то что-нибудь придумаем. Потому что, я думаю, у нас еще тут осталось немножечко стрел. Потому что мы подготовились. Понятно, что стреляю по такой ерунде стрелы все одноразовые. Но у нас чуть осталось. Поэтому, я думаю, постреляем тогда просто в одну точку. Рано или поздно мы эту железку пробьем. Давайте начинать. Мамба. А у нас же есть еще баланс с газом, да? Огонек. Добавим огоньку. Смотрите. Сейф даже заиндивел уже весь. Внутри прям вообще холода такие-таки. Ай. Слышите? Слышно? Так как в этот в холодные азоты руки окунают. Мы охладили этот сейф. Теперь надо его нагреть. Забыл вам показать. А мы просто стреляли в стенки сейфа. Вот эти вот вмятины. Соответственно, вот что случилось со стрелами. Видимо, они очень ровно воткнулись. И сейф оказался достаточно жестким. Вместо того, чтобы как-то изогнуться и изменить вектор усилия. Он прям прямой вот так вот был. И в итоге у нас, короче, получилась розочка. Красивая стандартная розочка и плоский механичник. Что на одной, что на другой стороне. И что удивительно, они лежали вот прям на таком расстоянии друг от друга. То есть прям вообще одинаково себя повели. Ну что же, теперь давайте зажжем наш олимпийский огонь и постреляем еще раз в сейф. Срочно тушить. Давайте посмотрим, что случилось с нашим сейфом, который мы потушили. Он уже остыл, но еще тепленький. Ну, во-первых, это стрела карбоновая. Я боюсь его трогать рукой, чтобы занос себе не понасажать. Ну вот, кстати, смотрите, вот здесь вот она еще живая. А внутри сейфа так вообще. Как будто ничего и не было. Ладно, давайте откроем. Ну да, внутри все живенько до цельника. Теперь давайте просто для развлечения поставляем по баллонам с краски. Там понятно, что даже пневматика, это жалко ее пробьет. Я прям разочарован с пневматикой. Честно говоря, я думал, что она помощнее, потому что столько любителей пневматики. Все такие, да вот. У меня там пневматика, обычный пистолет. Стреляет так же, как эти ваши арбалеты. Тут маленький самый арбалет, который даже, ну, понятно, что он гораздо слабее, чем обычный дум или дум милитарь, или любой большой полноценный арбалет. Но понимаете-ка, она просто вообще никакое сравнение даже с этими арбалетами. Мне кажется, даже если поставить стандартные плечи, понимаете-ка, все равно с большим отрывом проиграет. Давайте постреляем теперь по краске и поедем по домам. Красочка. Понятно, что все с ней справятся, но будет интересно просто красиво пострелять. Два баллончика, пойдемте стрелять. Главное успеть свалить после выстрела, потому что все это облако из двух баллонов пойдет на нас. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну что ж, друзья, я надеюсь, это видео вам понравилось Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал Если нет, то ставьте дизлайки и подписывайтесь на этот канал Что касается выводов, то я думаю, вы все видели сами Doom однозначно мощнее Mamba, Mamba тоже неплоха Пневматика... пневматика самая слабая А на этом все, друзья, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!